В Владивостоке 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 Они их интересуют, последняя строка написана, а это экстремизм, все хорошо, мы подаем в суд на основании вот этого заключения экспертов, а эксперты лингвисты, которые ничего не понимают ни в межнациональных отношениях, ни в праве, ни в теории государства, ничего не понимают. И они чисто вот, якобы они чисто лингвистически приходят к выводу, что здесь есть признаки возбуждения ненависти и вражды. Вы помните, да, по этому делу административного дела, за то, что я размещал на своей странице славянский знак Калаврата. И два административного дела до степени смешения, там где-то какой-то Омский районный суд признал экстремистскую организацию, которая носила этот знак. Значит, я-то не знал, а два административных суда меня перевели к одному суда. Я потом узнаю, вот эти вот эксперты получил больше 100 тысяч за экспертизу. Местный эксперт, да, платили, платили. То есть, Андрей Николаевич написал экспертизу, я повез в суд. Там вообще проигнорировано, ну вот, смотрите, да, доктор политических наук, да, значит, написал экспертизу на решение на это дело. Значит, вот доцент какой-то, доцент, значит, там неизвестно с трехлетним или пятилетним каким-то стажем, чем он занимается. Ну, он так дебрежно откинул, типа того, что вашу вот эту экспертизу, так и так, и уже дежурно принял, то есть, скажут. Даже читать не стал. Да, даже читать не стал. То есть, вот такое отношение. То есть, мы вот живем в ситуации, конечно, которая, ну, кроме как абсурдной, ее считать нельзя. То есть, вся эта так называемая правоохранительная система, она полностью выродилась. И вот тот судейский корпус, который существует в 90-е годы, еще можно было найти судью, который, ну, хотя бы объективно просто посмотрел, что есть. Какие-то глаза, да, в них, а сейчас нет, и им не нужно уже не соблюдать процедуру, ни какие-то документы. Они элементарно вот решают вопросы о собственности и об экстремизме с помощью так называемых экспертов. Это обычно девочки, которые только что закончили какой-нибудь там филологический факультет и пишут какую-нибудь ахинею просто. Напишут, хорошо заработают. Иногда там более продвинутые люди, но от этого ахинея не прекращает быть. Вот, к сожалению, такая ужасная ситуация. И это значит, что система жить не может. То есть, погибает при этом как гражданское самосознание, то есть нас всех превращает в рабов, так и свободное предпринимательство, которое как-то обособлено от этих государственных чиновников, пытается существовать. Если собственность может быть отобрана просто так, по какой-то там экспертизе, и потому что судья этому эксперту является приятелем, то, ну, все, значит, сворачиваемся. И все, кто действительно хочет заниматься какими-то профессиями, связанными там с культурой, творчеством или предпринимательством, должны просто прекратить это бессмысленное занятие, потому что все отнимут или объявят экстремистам, или отнимут собственность. Все, что ты там заработал за какие-то годы, все может быть присвоено легко. В составе группы, да, шерстких там, шерсткая организация правозащитная, значит, а я являюсь русским националистом, да, значит, комитет по национальным решительствам, вон, принимает резолюцию, значит, с требованием, там, с рекомендациями прекратить геноцид народа, нарушать их права. И просят дать ответ, там, господину Бородавкину, если кто читал эту резолюцию, значит, там обращение было господину Бородавкину, засуетились местные региональные власти. Те власти, которым вот сейчас 89%, да, нарисовали единый раздел, дают такой ответ через Сафара Калинин. Вы знаете, кто такой Сафара Калинин? Да, это услышали. Председатель комитета, да, он по национальным решительствам, да, у нас по малочисленному народу, по малочисленному народу, горские евреи, я с ним переписывался, мы там немножко вступили с ним, диск, да, они же везде все представляют. Он пишет, дает ответ такой, через него, вернее, администрационности дает ответ, что в шорты попали под влияние нацистов, да, в шорты попали под влияние нацистов, значит, мы обратились к вон, переписка, постоянно идет, постоянно переписка идет, значит, и мы спрашиваем, ну и что, да мы не обращаем на это внимание, ясно, что здесь, то это такая вот дежурная у них была описка, понимаете, хотя много там описок смешных, они я могу тут процитировать, вот, чем занимаются наши региональные власти, тем более комитет по нацсменьшинствам, по малочисленным народам, понимаете. Вот это вот, нацизм, нацизм, нацизм в чистом виде, кого они имели в виду, угадайте, с трех раз. Да, понятно. Вот, фашизм, кого они имели в виду, то есть все, кто, русские заведомо фашисты, а все, кто с русскими заодно, те тоже фашисты, попадают под влияние фашистов. Человека, что нужно? Я просто пример на свой собственный пример привожу, облить грязь, стречебник, пресса, пресса была вся, вся полная, что нацизм ходит со свастиками, значит, прополитует там нацизм среди людей, среди местного населения. Дальше нельзя, значит, так, надо запугать. Это вот опять же, у наших активистов, ФСБ, ФСБ, МВД, да, значит, беседа с каждым, всякие, значит, увольнения с работы, три человека у нас угодили. Значит, нельзя, кого-то нельзя, значит, таким путем, значит, дальше, каким путем? Подкупить. 60 миллионов предлагали. Очень много людей и приезжали ко мне лично, в Новокузнецке, участвовали в той конференции, где предлагали мне 60 миллионов. И я отказался. Надо было брать. Ну, вы получили бы сразу брать. Из помещения. Рублей, рублей. Как только соглашаешься, цена падает в сто раз. Я уже на этот вопрос отвечал. 60 миллионов было взять, там вопрос стоял там. Я говорю, ну хорошо, вот я 60 миллионов, да. А что с шорцами? Он говорит, ну шорцами мы разрубим. Это было на конференции, скайп-конференции, значит. И очень много людей, оказывается, слушало эту скайп-конференцию. Потом ко мне приезжали, значит, в Новокузнецке, это Кемеровская была, там Милов, да, там Солодянкин. Он напрямую мне, конкретно, конкретно, говорит, я вот еврей, да, я баллотируюсь в комитет по, значит, правам человека при президенте. Значит, мне поручено разумлить вот эту ситуацию, шорцкую ситуацию, понимаете. И когда я отказался, он там подпрыгнул, я рассказывал, да, подпрыгнул там, что это из себя там нацистово за мной. То есть, а дальше, ну что, какая сейчас тактика, значит. Напустили на меня, вот. Андрей Николаевич, я хочу просто обратиться, обращение сделать, значит, судебную репрессивную систему подключили всю эту корпорацию, МВД, ФСБ и судебную систему, значит, и начали давить. Значит, ну, я, поскольку уже неоднократно жаловался, значит, в ООН, в структуру ООН, наши активисты жалуют, что преследуют, значит, людей. Они как бы стали сейчас через жену. Ну, в течение, там, полгода, да, три суда административных. Жена сейчас все, ИП не может заниматься, ее закрыли. Вот она там, как естественно, в упадке, так скажем, настроения морально, просто давить ее начали. Вот чем примерно занимаются. Причем суды, там, суд, наверное, судила нас, ну, примерно человек 9 судей. То есть, ну, разных судей. Ну, понятно. Это вот суд у нас, центральный, федеральный суд. И, значит, фамилии, там, да, фамилии, там, Пресчет, Фенисанникова, там, все эти, Иршовы, да, там, все эти дела. Ну, пусть вас не смущают эти русские фамилии. Там русского ни одного человека нет. Ну, понятно. Я захожу и конкретно говорю, значит, прошу. На суде это было много очень судов прошло, потому что суды ее так меняли, потом где-то примерно, 12 судов прошло. Прошу, значит, разрешить видеосъемку. Видеосъемку запрещают сразу. Все суды у меня есть, постановление суду. Видеосъемку запретить. Я делаю отвод судебу. Я вам делаю отвод. Они, значит, начинают размещаться. То есть, на основании чего это? На основании того, что есть постановление, значит, в коллегии Верховного суда, если, значит, запрещена видеосъемка, есть основания для считать, что судебное решение будет принято не объективно. То же самое сказал Путин. Можете их даже в интернете найти. Тем не менее, они все это дело запрещают, принимают такие решения, подтасовывают документы. Я могу тоже факты привести, прям подтасовывают. То есть, в течение суда могут появляться какие-то документы непонятные. Понимаете? Вот чем занимается Можевая власть. То есть, они уже с катушек полностью слетели. То есть, они знают, что я русский националист. Они это прекрасно знают. Они в глаза смотрят, издеваются, значит. То есть, тебе здесь словить нечего. Прямо говорят уже. Я вот это сказал, так. А мне сказали прямо. Выезжай отсюда. Все. Понимаете? То есть, какими-то выборными путями, демократическими путями, я думаю, что русском морозе не будет цель. Глядя на происходящие на эти выборы, смотрю я эти все новости, бравурные репортажи. Глядя на то, как прогрессирует КГБшная технология по подавлению активности широких масс, по подавлению активистов, чисто КГБшное изобретение, ничего нового там нету, просто они прогрессируют в более циничном таком образе. Глядя на то, что вот эта четырехпартийная система есть не что иное, как однопартийная, сугубо однопартийная такая, жесткая система, я так думаю, на Западе зря думают, что они большевизм победили. Большевизм жив и как никогда крепок. Просто переформатировался, наверное, какое-то там троцкистское крыло, нашла себе другого хозяина, в виде госдепа США. Все-все-все, то же самое осталось. Все эти обкомовские секретари стали просто местными региональными царльками. Криминал прияно законно, потому что закона нет, вылез во власть. В советское время, в 70-е годы, мы видели это все, цеховиков. Тоже не особо они там боялись, брали какую-то мелкую рубежку, каких-то жертв находили. А в основном весь теневой капитал, который сейчас правит в России, он сомневался в советское время. Он там окреп, идеологически, экономически, он уже видел как себя хозяевом страны. И, естественно, вор, он уже живет по воровским законам, преступник живет по преступным законам, которые мы сейчас и наблюдаем. Население никого не интересует. Так что большевизм как никогда крепок. Просто их можно назвать, наверное, неубольшевиками. А так, зря они на Западе думают, что большевиков победили. Да, они сами побеждены. Такое же там большевизм возникает. Да, там уже сам американское общество само уже превратилось в тоталитарное общество. Давно уже. Люди просто от правды просто начинают балдеть. Как вот человек из города приезжает в лес, от свежего воздуха его дурманит. Так и у них, как же так, наши спортсмены принимают допик. Да как они могли? Они, главное, возмущаются не тем, что их спортсмены под наркотой. Это не мельдоний. То, что Шарапова применимала это лекарство для восстановления сердечной мышцы, то вот эти сериан-винусы это вообще сильнейший наркотик, превращающий женщину в мужчину. Просто-напросто она без него жить не может. Не то, что спортом заниматься. И это их не взмущает. Их взмущает каждый так, каждый так, как они смели разломать сайт. Вот это их взмущает во всем штате. Поэтому от правды они уже, они настолько во лжи привыкли жить, что от правды их просто, наверное, дурмане-то становится плохо. Вообще, что это тоже от КПСС, что по нашему мандатнику колодировалась, она прошла и Любовь Духамина. Она сейчас Единая Россия представляет. Написано, что она была вторым секретарем Красноглодейского райкома ВЛКС. Конечно. А Кадарковский кто был? А Медведев кто был? Комсорги в своих институтах. Большие шести. Все строятряды через них проходили. Комсорги института. И они тоже писали, что она сделала там тоже. А мне это ничего не надо, что она мне тоже сделала. Что мы тоже в природе настроить не хотели. Какую-то построили в стакане. А зачем она мне сдалась-то? Ну деньги надо. Так просто деньги не украдешь. Надо какую-то стройку. Надо какой-то чемпионат, надо какую-то олимпиаду. Чтобы много украсть, нужно что-то строить. Да. Вот. Я же говорю, преступник живет преступным понятием.